Меня зовут Олег, я работаю шеф-редактором на сайте Arzamas Academy. Все, как и рассказал Саша, примерно в течение часа я буду делиться какими-то глупостями, а потом у вас будет возможность задать вопросы, наверное, это будет более интересная часть. Итак, меня действительно зовут Олег, я действительно работаю шеф-редактором на сайте Arzamas Academy. Я составил невероятный план, могу продемонстрировать. Все, что я буду говорить, это не просто какой-то бред, а я даже его немножко структурировал. Поможет ли это как-то вам? Скорее всего, нет. Дело в том, что я уверен, что совершенно никак невозможно... Так, 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 да, да, экран. Я должен сесть. Да. И теперь я еще должен вбить пароль. Ладно. Да. На всякий случай я бы записал его, когда это будет происходить. Итак, я не знаю, как я могу поделиться опытом, потому что сам я считаю, что никакого опыта у меня нету, а, наверное, есть только интуиция. Но я все же расскажу о том, как устроен наш сайт. Может быть, не все видели. Может быть, просто интересно узнать, как это все работает, как материалы придумываются, как они осуществляются. То есть такая какая-то внутренняя кухня, структура. Какие-то минимальные советы. Опять же, это всего лишь нам все советы. Я уверен, что каждый человек, на самом деле, намного лучше знает, как что сделать. И в этом он даже прав. Итак, первое. Что такое Arzamas Academy? Ну, это сайт в интернете. Вот он на экране. Когда, сколько нам лет и так далее. Как все началось? Летом 2014 года появилась идея записать каких-то классных, великих русских ученых на видео. Наш главный редактор Филипп Зитко собрал совсем маленькую команду и решил записать лекции действительно каких-то классных ученых на видео. Лекции записались. И стал вопрос, что делать с этим дальше. А дальше оказалось, что только лекции недостаточно, и нужно это все снабжать дополнительными материалами. Нужно открывать сайт, нужно придумывать дизайн. В общем, от проекта, в котором участвовало примерно три человека, это превратилось в проект, в котором участвует 20 человек. Может быть, даже и больше. Изначальная идеология. Идея сделать из ученых рок-звезд, показать, что они классные ребятам, что они могут рассказывать интересно, весело, что они не менее, а на самом деле, конечно, более достойны быть популярными, чем телезвезды или даже некоторые музыкальные исполнители. Была идея рассказывать просто о сложном, то есть брать ученого, трясти его, чтобы из него выпадали его ценные знания и переводить его ценные знания в понятный и доступный всем язык. Но это все общие слова, как и любая идеология, это все выдумка. На самом деле, это просто классно и интересно. Просто хочется делать материалы про культуру, про историю культуры. Вот и все. Это что касается идеологии. Поэтому, на самом деле, ответить на вопрос, почему это кому-то нужно, я совершенно не могу. Это никому, наверное, не нужно. А на самом деле, это нужно примерно всем, потому что это просто интересно. Это совершенно не важно. Это вам вряд ли поможет в жизни, знании истории или литературы. Это, скорее всего, поможет вам просто найти общий язык с единомышленниками. В этом смысле это, конечно, поможет в жизни, но прикладного толка в этом достаточно мало. Что, наверное, и замечательно. Итак, сейчас я объясню, как устроен сайт. Надеюсь, что всем видно вроде бы достаточно ярко и различимо на экране. Наш сайт устроен настолько сложно, что мы сами периодически теряемся и ищем какой-то более простой вариант. Но, к счастью, у меня есть целый час, поэтому я могу хотя бы на вскидку сотни людей объяснить, как устроен наш сайт, и что вы придете домой, будете рассказывать своим друзьям, посмотрите, этот сайт устроен просто потрясающе. Сейчас я вам расскажу. Надеюсь, что у ваших друзей тоже есть час времени. Так как вы уже оказались в заложниках этой истории, то, особенно те, кто сидит в первом ряду, этим людям никогда не уйти с мероприятия. Это выбор почти на всю жизнь. Развестись сложно, так же, как уйти с первого ряда. Так вот, все же к делу. Видите, я из всех сил тяну время. Ладно, шутки в сторону. Итак, как устроен сайт? Ух, начнем с основной страницы. Вот вы случайно оказались на сайте Arzamas Academy. Вы видите мою мышку, да, я там развлекаюсь с выделением. Как бы это ни прозвучало. В общем, да. Значит, вы каким-то образом оказались на главной странице. Скорее всего, с вами что-то не так, потому что люди, конечно же, оказываются в материалах через соцсети, через какие-то там… Ну, вы оказались на главной странице. Вы просто классный, ответственный пользователь. Вы зашли на какой-то материал и решили, интересно, как у них выйдет главная страница. Я не знаю, вы журналисты, будущие журналисты, прошлые журналисты. Но просто знайте о том, что главная страница – это вот то, что, наверное, интересуют только те, кто делает сайт, и те, кто делает другие сайты. Но, тем не менее, главная страница, она все же существует, она все же популярна. По сравнению с другими страницами, некоторыми, конечно, чуть меньше, но, в общем, главная страница. Итак, наверху рубрикатор. Ух, я чуть попозже объясню, что значит эти рубрики. Когда я начал впервые работать в Медиа, все, что я запомнил, это было в 2011 году. Мне сказали, что рубрикатор в прошлом. Он действительно в прошлом, обратите внимание, это, на самом деле, в общем-то, не рубрикатор. Здесь нет темы истории, литература, искусства, живопись. Да, наш сайт посвящен истории культуры, гуманитарным наукам, соответственно, история, литература, история искусств, антропология, социология. Вот это вот все, просто на всякий случай. Наша, еще раз напомню, идея – просвещение. Так вот, наверху рубрикатор, который у нас не очень рубрикатор, вот эта зона – это фичер, то есть что-то самое новое. Мы ее периодически меняем. У нас обычно выходят материалы раз, ну, большие проекты, дальше объясню, что это значит, раз в несколько недель, и, в принципе, почти всю неделю, почти все это время, 20, к примеру, дней до следующего большого обновления, у нас висит что-то последнее. Иногда, когда мы не совсем довольны чем-то последним, или когда просто хочется веселья, мы просто вот на это место, так называемый фичер, ставим какой-нибудь классный материал, который всегда зайдет. Одно из величайших наших открытий – старые материалы заходят так же хорошо, как и новые. Это, кстати, действительно очень важно, я об этом расскажу потом в соцсетях. Почему-то все думают, что всех интересует только новое. Конечно, нам немного проще, мы не новостной сайт, мы сайт про историю и культура, но все равно, если вы сделали классный материал, делали его 4 года назад или год назад, если он не связан напрямую с Фапудом, вообще не важно, если он классный, он всегда будет заходить. Вот, здесь у нас всегда что-то новое. Дальше у нас идет микрорубрики, они обновляются каждый день. Это маленькие материалы, о них я расскажу чуть попозже, они имеют отношение к журналу. Ух, следите внимательно, потому что это запутанная система. Дальше идет самый новый материал из журнала, я расскажу, что такое журнал. Это некая параллельная сущность, об этом чуть попозже, просто пока изучаем главную страницу, наслаждаемся ей. Дальше начинается так называемый второй экран, на который по статистике заходит не очень много, но чего бы не сделать сайт длинным, если можно, в конце концов. И здесь у нас все, начинаем продавать старые материалы до бесконечности. Лучший наш замаз. Это абсолютно обман, потому что лучше... Ну, в каком смысле лучше? Это не самые популярные материалы. И некоторые, к примеру, может быть, не нравятся каким-то членам редакции. Но мы как работаем? Какой-нибудь один редактор, к примеру, я или другие мои коллеги, отвечает всю неделю за лучшее. И просто всю неделю он вставляет сюда какие-то материалы. Тут, конечно, зависит от его честности. Я стараюсь подбирать материалы, которые мне нравятся. Кто-то старается подбирать объективно материалы, которые всем понравятся. Кто-то просто вбивает случайно номер материала и радуется. Так или иначе, смотрите, когда написано «лучшее» на Арзамас, просто невозможно в это не ткнуть. Ну, ей-богу, но это же просто лучшее. Ну, понятно, это легко продавать. Дальше у нас идет такая плашка, где курсы. Я объясню, что такое курсы чуть попозже. Здесь просто курсы в обрядном порядке от самого нового к самому старому. Вот видите, у нас 42 курса уже, мы существуем два года. Дальше идет, мы это называем подборкой. Это материалы по какой-то теме. Мы подборку меняем раз в несколько дней. Арзамас о животных, Арзамас о литературе, а вот Арзамас об истории русского искусства. Это тоже все старые материалы. Вот этот материал, просто так, чтобы вы понимали вообще, что происходит. Вот этот материал «Стихия Японии», он вышел полтора года назад. Курсы, опять же, как я говорю, это просто последние, стоят самые новые. Вот это выходило, вот эти материалы выходили месяца четыре назад. Просто напоминаю. Дальше идет блок «Баннер». Это баннер, это реклама. Не всегда за деньги, просто классная вещь. Вышгород 2017. Я, честно, не знаю, что это, но если это здесь оказалось, значит, это нам нравится. Это правда так, серьезно. Я не шучу. Дальше идет спецпроекты. Чем отличаются курсы от спецпроектов? Это хороший вопрос. Вот поговорим об этом минут через сорок. Это такой же, ну, как вы видите, она так же устроена, как штука с курсами, только здесь спецпроекты. Я в следующем блоке, на самом деле, расскажу про спецпроекты, про журнал, про курсы. Дальше идет такая, как бы, какая-то уже совсем могила о проекте. Если вы хотите с нами связаться, вам нужно попасть вот сюда, если что. Некоторые даже проделали этот путь. Список лекторов, лицензия, это важно, что-то там государственное, бла-бла-бла. Соцсети, ссылка на наши соцсети. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ага, вот у нас очень много соцсетей. И у нас есть рассылка. Вы пишете свой e-mail и получаете новости от нас. Вот здесь есть еще всякие глупости, мелкие и не очень. Это что касается основной страницы. Основная страница, если брать за всю историю сайта, по-моему, все-таки может быть самым популярным адресом на сайте Arzamas, но не настолько сильно, как это казалось бы, исходя из логики. Итак, рассказываю теперь о основных сущностях. Сущность номер один — курсы. То, с чего мы начинали, то, что я рассказал, где записаны лекции с учеными. У нас есть страница. Вот видите, я перешел по этому поверхнему. Здесь лежат все курсы. Что тут сказать? А сказать вот что можно. Что такое курс? Итак, курс прежде всего. Это была на самом деле, возможно, одна из наших ошибок первых. Но, с другой стороны, именно с точки зрения имиджа это сработало. Дело в том, что курсы состоят из лекций и из дополнительных материалов. Сейчас совсем коротко объясню, что это такое. Вот что такое лекция Arzamas. Обычная заставка. Сидит симпатичный мужчина. Про восемь больших старых картин. Вот. Илья Аскольдович Дородчиков рассказывает про восемь больших старых картин. Во время рассказа, естественно, мы используем иллюстрации, всякие выезжающие элементы. Обратите внимание, как снято. Несколько камер. Едем на рельсах. Очень все. Лекция идет 15 минут. В среднем. В курсе, вот в этом, к примеру, восемь лекций. От восьми, от пяти до восьми, от четырех до восьми. Где-то так обыкновенно это происходит. Мы их все записали, все эти лекции. Принялись монтировать. Как вы понимаете, снимать с трех камер это не очень просто. Монтировать. Мы стали находить ошибки в словах лектора. Накладывать картинки, делать графику. Это все очень долго, это все очень дорого. Это все очень сложно. А смотрят это значительно меньше, чем читают материалы. Поэтому вот в этих курсах немного на самом деле нарушена такая примитивная логика. Мол, то, что сложно делается, должно набирать много. Должно как-то окупать своими просмотрами, популярностью и так далее. На самом деле у нас наоборот. У нас как бы локомотив, вокруг чего построена. Локомотив странная в данном случае метафора. Центр, Кремль. В общем, центр нашего курса это именно эти видео лекции. И уже к теме лекций мы делаем дополнительные материалы. Дополнительные материалы это тексты, это тесты. Это игры. Я, наверное, о форматах материала чуть попозже расскажу, потому что форматы не так привязаны к структуре. Я пока пытаюсь все-таки закончить про структуру сайта. Итак, это лекции. Это одна сущность. Ой, простите. Это курсы. Это одна сущность. Это то, что у нас было в самом начале. И то, чего в последнее время у нас на сайте все меньше и меньше. Вторая сущность это журнал. Это нечто совершенно другое. Когда мы поняли, что мы не можем выпускать по одному курсу в неделю, мы выпускаем сразу все. То есть выходит курс, там уже и лекции, и материалы. Мы придумали такую сущность, как журнал. К тому же курсы записаны на определенные темы. Как мы это делали? Мы знали каких-то самых близких членов редакции ученых и советовали с ними, кого записывать. У нас был научный консультант. Кого записывать. Приходят ученые. У ученых в основном всегда узкая тема. В общем, мы немного зависим, абсолютно зависим от ученого, от его темы. И уже к его теме придумываем дополнительные материалы. Тема в основном всегда узкая. Дополнительные материалы текстовые. Они расширяют контекст. То есть если, допустим, человек рассказывает про систему именно речений в Древней Руси, мы придумываем какие-то ликбезовские материалы о Древней Руси. Все, что нужно знать о Рюриковичах в восьми пунктах. Отношения Древней Руси и Скандинавии. Какие-то просто маленькие забавные сюжеты. Так вот, когда мы поняли, что это невозможно выпускать каждую неделю, мы начали выпускать раз в две недели. Потом мы поняли, что это невозможно выпускать раз в две недели. Мы еще придумали такую сущность, журнал, где выходит просто материал обо всем на свете. Ну, обо всем связанном с историей культуры, разумеется. Это вот такая вот вещь. Вот мы находимся в ней. Она обновляется каждый день за счет маленькой хитрости. Это микрорубрика. Микрорубрика — это в основном всегда очень короткий материал. Смотрите. Вот, допустим, микрорубрика «Кинохроника дня». В течение месяца, каждый день, кроме выходных, мы выкладываем какой-нибудь старый, архивный, уникальный ролик и рассказываем небольшую историю о нем. Вот оно. Это такие вещи, это создает впечатление, что эти микрорубрики помогают создать впечатление, что сайт не закончился, не умер, не скончался, не был закрыт Росклубнадзором или кем-нибудь там, что он существует. Смотрите, у нас есть микрорубрика. Она выходит каждый день. Она, конечно, тоже очень энергозатратная, но некоторые из них собирают очень много. Допустим, когда мы выпустили микрорубрику «Симфония дня», особенно первая «Симфония», она собрала огромное количество просмотров. Такие вещи выходят каждый день, а материалы в журналы выходят по два в неделю. Они абсолютно на разные темы, как вы можете сейчас это увидеть. «Крестовые походы», «История искусства», «Дневник московского школьника», «Семь секретов преступления Казани» и так далее. Это журнал. Курсы чуть-чуть больше все-таки… Ну, все вместе, это на самом деле про просвещение, но курсы все-таки чуть-чуть больше про образование. Журнал — это просто занимательные статьи. Следующая сущность, которую вы могли бы увидеть наверху… Так, сейчас. Я просто начну закрывать ссылки, которыми я не буду пользоваться, иначе я сойду с ума. Следующая сущность наверху — это университет «Арзамас». Это наш оффлайн-лекторий в российской государственной библиотеке в городе Москва. Не суть. Суть заключается в том, что это мероприятие примерно как сейчас, только вместо меня сидит какой-нибудь достойный ученый и рассказывает о чем-то, что действительно важно. Рассказывает… Да. Это наш проект, это наш лекторий, это наша попытка собрать всех людей в одном месте, это наша попытка… Мы давно над этим работаем, мы давно об этом мечтаем, создать комьюнити, чтобы люди, приходя на мероприятие, узнавали друг друга, чтобы они были как бы поклонниками нашего проекта, как я являюсь поклонником футбольного клуба, чтобы я, приходя каждую неделю на стадион, у меня есть места, абонемент, я знаю человека, который сидит справа, я знаю человека, который сидит слева. Вот у нас, нам очень хочется создать такой мир вокруг нашего проекта «Арзамас», чтобы люди уже просто сами обменивались какими-то вещами интересными, спорили о книжках, критиковали наши материалы, возносили наши материалы. В общем, да, это лектории, 20 лекций, смотрите, как все устроено, максимально просто, все должно быть понятно. Здесь, мне кажется, мы добились какой-то лаконичности в… как это называется, господи, в дизайне. Все очень просто, есть разные кнопки, о проекте, где тебя рассказывают, о проекте, как ни странно. «Арзамас» совместно, это если вам интересно почитать. «Как попасть», это действительно полезно. Вот так вот. И лекции. Здесь у нас в это воскресенье будет последняя лекция. У нас висит анонс, внутри него описывается, собственно, что ждет человека, какая будет тема, кто лектор, тезисы лекции, тезисы, интервью с лектором, чтобы мы продолжаем немножко поддавливать, точнее пропихивать идеологию, что ученые, рок-звезды. Вот мы спрашиваем, как влюбить незнакомого человека в вашу тему. В общем, всячески пытаемся рассказать о лекторе поинтересней. Случившиеся лекции превращаются вовсе не в тыкву, а в великолепную запись, которую можно смотреть и радоваться жизни. И последняя сущность, которая у нас есть, это спецпроекты. Я бы ее выделил отдельно. Это к нам кто-нибудь приходит и говорит, мы хотим сделать специальный проект вместе с вами. Приходит Пушкинский музей. Это музей изобразительных искусств в Москве, где выставлены зарубежные художники. Приходят, и мы обсуждаем, какие мы можем сделать вместе материалы. Мне кажется, что вот этот спецпроект один из самых наших успешных, не только потому, что я за него ответственен, но и потому, что мне нравится, что он визуально отличается от другого, сразу какое-то другое отношение. И мы тут действительно хорошенько постарались. Вот, к примеру, мы придумали такую вещь, голосование. У нас в течение нескольких недель шло голосование. Были представлены разные предметы. Мы пытаемся сделать рок-звезд не только из ученых, но и, к примеру, из пелики краснофигурной. Значит, у вас есть на выбор шесть предметов. Заходим внутрь пелики краснофигурной. Обратите внимание, что по дизайну это все немножко отличается. То есть мы все время пытаемся найти какие-то разные визуальные эти, чтобы было понятно. Тут описание, рассказываем подробно, что, кто, где. Очень интересно, кто эти люди на пелике. Где кнопка «Голосовать»? Ее нет, потому что голосование уже закончилось. И я вам совершенно забыл рассказать, к чему это все. Это к тому, что победители, это предметы из запасников. Они хранятся где-то на пыльной полке. Вокруг него ходит хранитель, рассказывает какой-то прекрасный предмет. Но работники музея говорят, нет-нет-нет, нам нужно повесить что-нибудь другое. Значит, эти вещи хранятся, эти экспонаты, хранятся годами в архиве. И мы выбрали, в запаснике, и мы выбрали шесть самых классных, посоветовавшихся с хранителями разных отделов. И вот человек отдает свой голос. И, внимание, барабанная дробь, я, наконец, заканчиваю это предложение. Предмет оказывается в музее. То есть люди сами влияют на то, что будет показано в музее. Конечно, это легко продать. Новость, рассылка, телеканал снимает репортаж. Ничего себе, демократический выбор в России, да еще и в музее. Да, шутки шутками. Итак, вот такие вот сущности. Это был первый блог, между прочим, у меня еще много. Я просто в какой-то момент думал, боже, о чем я буду рассказывать, а в итоге все-таки меня понесло. Ладно, давайте теперь проследим путь материала. По крайней мере, попробуем. Итак, значит, к примеру, он выходит, как записали курс лекций про Париж XIX века. Это такая, как бы, не знаю, как это правильно характеризовать, могу ошибаться в словах, потому что я на самом деле не очень. Назову это историческая антропология. Лектор рассказывает о том, как был устроен Париж, как было устроено парижское общество, чем занимались парижане, как они жили. Мы думаем, так, значит, мы записали, мы нашли этого лектора, мы его сняли. Дальше у курса появляется ответственный человек. Так, ответственный человек – это один из редакторов. У нас есть несколько редакторов. Редактор у нас на сайте, вот в этой могиле, если помните, внизу, как раз перечислены все люди, которые у нас работают. И у нас не просто редактор, у нас шеф-редактор. Это не только классно звучит. Представляете, к вам приехал редактор Азамасов, какая скука. Шеф-редактор Азамасов. Так вот, это не только для того, чтобы это классно звучало. Это, на самом деле, для того, чтобы… Ну, это в некотором смысле действительно характеризует ответственность этого человека. Шеф-редактор – это человек, который отвечает за этот курс. То есть все, что есть в этом курсе, находится под его ответственностью. Чтобы ролик был смонтирован, чтобы ученый не обиделся на заголовок, чтобы дизайнер сделал классную картинку, чтобы фоторедактор нашел эту классную картинку, которую потом переделал дизайнер, чтобы корректор вовремя прочел текст, чтобы выпускающий редактор после этого вовремя прочел текст, чтобы человек, который платит гонорары, узнал о том, что он должен заплатить гонорар этому автору. В общем, он ответственен за это все. Итак, давайте разберем… Не буду разбирать всю эту цепочку. Если будут вопросы, попробую рассказать. Хотя цепочка сложная, путанная. Еще раз, слава богу, что мы делаем не новости, и что нам не обязательно все делать за один день. У нас научный консультант, корректора. Вы представляете, как сложно корректировать, когда речь идет о китайских иероглифах, как они вообще пишутся. Это просто… В этом можно утонуть. Поэтому мы в этом тонем, но не в режиме «нужно прямо сейчас», а «нужно вчера». Нет, нужно завтра. Итак, значит, у редактора стоит задача. Нужно как-то вокруг этого курса придумать материалы. Давайте попробуем придумать какой-то материал про французскую революцию, говорит редактор своим коллегам. Коллеги говорят, что французская революция – это очень важно. Можно написать таймлайн французской революции. Зачем это есть на Википедии? Так, можно выбрать каких-то самых персонажей интересных, проследить их жизнь. Да нет, это тоже есть. У нас задача, нам нужно объяснить, что за чем шло, но не в скучной форме. Просто чтобы был такой материал-ликбез. И мы придумываем для таких вещей какую-нибудь игру. Вот, допустим, у нас есть игра «Переживите все революции». С помощью этой игры мы рассказываем, на самом деле, хронологию французской революции. Но вам не покажется, что это просто какая-то унылая хронология с Википедии. Потому что, во-первых, это не так. В смысле, не с Википедии, но действительно хронология. По поводу и унылости это уж не мне рассуждать. Мы придумываем механику вокруг задачи рассказать просто хронологию. Я показываю, разбираю. Вопрос первый. Мы описываем ситуацию. 23 июня 1789 год. Зарит ли игры в мяч Королевского дворца Версали. Уже неделю собирается толпа почти и так далее. Описываем, что происходит. И дальше спрашиваю, что вы будете делать. Разные варианты моего поведения. Выберу самый короткий, чтобы было проще прочесть. Я, как благодародный человек, выйду со шпагой против гвардейцев, чтобы защитить национальное собрание. Нажимаю «Да». И, видите, выпадает такая как бы абсурдная механика. То есть всем нравятся какие-то такие маленькие-маленькие штучки, примочки, пришуточки. Они действительно работают, тебе весело, потому что интересно, рандом. Ну как бы у тебя написано 20%, ты дальше уже, только если ты не прочел правила в самом начале, кто так делает. Ты уже увидев первый вопрос, ну с этого будет сложно слезть. Ну и, соответственно, вы выжили и так далее. И до тех пор, пока вы не умрете. Сейчас я пытаюсь умереть. Вот, я не готов терпеть произвол правительства. Обычно это заканчивается плохо. Нет, видите. Простите. Сейчас, я просто помню этот блок. Мы идем по хронологии. Вот, мы все рассказываем. Король не санкционирует ни декларацию прав человека, гражданин, ни другие принятые. Мы не очень сдвинулись далеко в хронологии, но так вот так вот. Это был насыщенным 1789. Что вы сделаете, Боже? Я буду защищать своего короля до последнего... Нет, короля защищать более-менее выгодно. Присоединюсь... Я буду защищать короля. Кажется, сейчас с ним что-то случится плохое. Да! Вот. Ну и, соответственно, я умер. И у меня есть... Я недалеко зашел в хронологии, но я просто что-то узнал. Могу еще раз переиграть. Вот. И у меня есть что шарить. Вот эта карточка отправится в мои соцсети и заставит моих друзей тоже поучаствовать в этой невероятной викторине жизни и смерти. Таким образом, мы... Ну, то есть, вот один из форматов. Значит, теперь как это работает. Мы придумали такую механику. Просто чудесный день. Можно следующие три дня вообще не вставать с постели от счастья. Мы придумали точно классную механику. Ясно, что она сработает. Даже ясно, что она сработает. Такое бывает редко, понятное дело. После этого нужно найти человека, который напишет этот текст. В первую очередь вы пишете лектору этого курса, задаете вопрос. Лектор никак не контролирует, на самом деле, дополнительные материалы, но вы обращаетесь к нему как эксперта за советом. Вы можете написать такой материал. Лучше не надо, потому что будет сложно. Здесь, ну, то есть, это не такая узкая тема. Здесь просто достаточно спросить советы у лектора какого-нибудь аспиранта или хорошего студента. Потом, после того, как мы нашли автора, он пишет этот текст. Вы его переписываете около восьми раз, потому что обычно, к сожалению, сложно найти автора, который много знает и хорошо пишет. Обычно одно из двух. Обратите на это особое внимание. Так действительно и происходит. Закончились баталии с автором. Показываем научному какому-то специалисту, лектору и другому, ну, более статусному, что ли, ученому. Он проверяет быстренько все факты, говорит, скорее всего, все замечательно. Нам это хорошая новость. Все отлично. Если что, виноват проверяющий. Есть текст. Идем к программисту. Говорим, мы хотим сделать такую игру. Он говорит, ну, я сейчас очень завален. Мне нужно неделю через две и освобожусь. Говорит, нет, невозможно. Начинается ссора, спор. Идете к управляющему редакции, человеку, который отвечает за всеобщие дедлайны. Оказывается, что этот материал просто обязан выйти прямо сейчас. Он идет вам в идеале на… Он слушается вас. Вставляет это в свой план. Вы идете к дизайнеру. Дизайнер придумает дизайн. Программист все это делает. Фух, закончилось. Вставляем все в тексты, которые уже прошли коррект. Показываем это выпускающему редактору. Человеку, который как бы с холодной трезвой головой смотрит на это все и говорит, что это никуда не годится, что дизайн полный отстой, что материал, что текст так себе. Идем назад, снова чуть-чуть переделаем. И так вот, так и живем изо дня в день. Это вот путь сложно сочиненного материала. Конечно, естественно, такие материалы – это исключение. Материалов без специального программирования, без специальной верстки. То есть с тем, что позволяет админка. Понятно, что думаю, что такое админка. Просто заходим во внутрь сайта, туда загружаем текст. Там уже можно расставить шрифты, самые базовые вещи, вставить картинки. Таких, конечно, материалов, которые выходят за рамки админки, мало. Но они жутко важны не только потому, что этот материал, к примеру, вошел в десятку самых популярных за всю историю нашего сайта, но еще и потому, что это имиджевая история. Как бы вы написали какой-нибудь отличный материал, текстовый, обычный, посвященный, к примеру, эпохе Александра II. Вы встретились с ученым, взяли у него интервью, отлично провели время, отредактировали его интервью, выкинули свои вопросы, связали текст воедино, отправили ему на сферку. Дальше начинается вот эта машина, о которой я только что рассказывал. Фоторедактор ищет картинки, дизайнер, дизайнер не нужен части. Короче, все это закончилось. Вы выпускаете этот материал. Он может собрать хорошие просмотры, если там есть классный заколовок, им могут поделиться. Есть и тема простая, понятная, интересная всем. И могут поделиться достаточное количество людей. Но они просто положат это себе в закладку и, скорее всего, даже не будут особо читать его. Подумают, о, отличный материал. Сейчас я приеду домой, обязательно почитаю его. Дома его встретит кто-нибудь. Или сон, или приставка, или любимый сериал. В общем, материал будет висеть в закладке до тех пор, пока этот человек не зайдет до очистки своих закладок. Такой материал, он сразу запоминается. К примеру, представим такую ситуацию. Не знаю, насколько она вероятна. Вы очень богатый человек, работаете в какой-нибудь невероятной компании, в которой очень много денег. Каким-то образом вы пали в этот материал, думаете, господи, это просто потрясающе, боже мой. Я ничего не знаю по французской революции, мне не очень интересно, но это так классно выглядит. Какая-то механика весела, наверняка многим понравилась. Принесу-ка я денег этим людям, чтобы они мне сделали так же. Ну и просто имидж. Понятно, что нужно каждый раз удивлять чем-то новым. Чтобы у вас было такое отношение к вам, как к каким-то новаторам. Пускай даже вы на самом деле не новатор. Правда, такие материалы хорошо работают на имидж. Так, выпустили материал. Его надо как-то донести людям. Помимо того, что он, если он супер классный, мы его как-нибудь сюда зафишерим. Но он где-то оказывается внутри, вот здесь. Вот так вот он где-то. Один из материалов. Мы, конечно, выкладываем его в соцсети. Понятно, что большинство пользователей приходят на сайт именно из соцсетей. У нас есть разные соцсети. И в разных мы ведем себя по-разному. Начну, пожалуй, с Фейсбука. Фейсбук. У него какой-то невероятный, никому не понятный алгоритм. Никто не знает, каким образом Фейсбук подсовывает вам то, что вы видите. Подписавшись на сообщество, вы не обязательно будете видеть все его новости. Фейсбук не любит, когда вы выкладываете материалы часто. Я удивляюсь, почему до сих пор никто этого не заметил. Потому что почти все русские медиа или около медиа, мы, строго говоря, не знаем, как нас отнести. Короче, все сайты, у которых есть сообщество в Фейсбуке, они выкладывают каждые полчаса. Я понимаю, есть речь идет о новостном издании. Но и люди, которые занимаются… Сейчас будет забавное слово. Лайфстайлом. И люди, которые занимаются чем-то другим, хотя, впрочем, есть что-то другое в мире. В общем, люди, которые занимаются лайфстайлом и всем остальным миром, скажем так, они выкладывают каждые полчаса себе в соцсети, и там два лайка, три лайка, четыре лайка. Полный отстой. Мы выкладываем в Фейсбук материалы два-три в день, и у нас все хорошо, поверьте. Сотни лайков, куча перепостов, все классно. Помимо того, что понятно, что лайкать наши материалы чуть более безопасно, чем какие-нибудь другие, я имею в виду, ну, смотрите, я лайкнул материал «Революция для самых маленьких». Классно. Я люблю самых маленьких, я люблю историю культуры. Посмотрите, какой я умный, потрясающий. Я расшарю это у тебя на странице, никогда читать не буду. Это, само собой, это есть, но действительно, правда. Пару раз в день в Фейсбуке будет отличный, так называемый, рич. Это то, сколько эту запись увидел человек. У нас рич большой, десятки тысяч. Вот. Да, поэтому в Фейсбуке мы выкладываем материалы довольно редко, несколько раз в день. Обычно мы выдираем что-нибудь из материала, ну, не просто кусок материала, а рассказываем какие-то самые, либо выбираем самое веселое место. Ну, в общем, просто человек, который выкладывает это в Фейсбук, напряжение большое, потому что выкладывать нужно только несколько раз в день, он должен внимательно прочесть этот материал. И, скорее всего, дальше он и так почувствует, что конкретно подчеркнуть, и как заставить человека зайти на него. Думаю, будет максимально банальная фраза, то, что нужен классный заголовок. Классный заголовок – это тот, в который вы тыкнете. Понятно, что не нужно перебарщивать и обманывать людей, писать то, чего там нет. Шок-видео. Сейчас я придумаю какую-нибудь шутку, чтобы никого не оскорбить, но я не смог ее придумать. Шок-видео вомбат кусает Жака Ширака. Нет, если этого нет внутри, боюсь, что так не надо называть материал. Но если там есть и Жак Ширака, и вомбат, то можно написать в подводке. Интересно, что их связывает. Действительно интересно. Правда, как мне в это не зайти? А дальше вы уже оказываетесь на сайте. Если вы один из сегодняшних посетителей, то вы знаете, как он устроен. Сразу идете. Ладно. Это что касается Фейсбука. У нас есть ВКонтакте. ВКонтакте мы делаем последствия значительно чаще. Примерно раз в два часа. Мы не используем мемы ВКонтакте. Так что это некое заблуждение, что ВКонтакте нужно обязательно выкладывать мемы. Знаете, у нас 210 тысяч подписчиков. За всю историю введения ВКонтакте мы использовали около трех или четырех мемов. Посчитайте, что примерно каждые два часа обновления. Короче, все в порядке. Можно без мемов. Люди просто на вас подпишутся. В ВКонтакте совсем другой алгоритм, чем в Фейсбуке. И люди в основном приходят не из ленты на ваше сообщество, а просто заходят в него провести время, скажем так. То есть человек зашел, полистал, какие-то материалы открыл, которые ему интересны. Что-то, естественно, сохранил в закладке. Мы ВКонтакте используем разные возможности соцсети. Используем их плеер, потому что он, если это плеер ВКонтакте, он скорее подсунет наше видео кому-нибудь. Мы используем аудиозаписи. И вот что мы делаем. Ну, конечно, посты ВКонтакте, в отличие от Фейсбука. Тут, знаете, вот какая история есть еще. ВКонтакте, если вы вытираете из материала картинку, постите картинку из материала, делаете описание и вставляете ссылку. И, в общем, ссылка посасывается в пост и, к примеру, с мобильного телефона или еще откуда-то. Вы как бы сразу видите даже и заголовок. Это суперудобно, суперклассно. В Фейсбуке чуть-чуть более отстойно, потому что в Фейсбуке, если вы выложили картинку, то она отправляется в ваш фотоальбом. И это не совсем ссылка. Вы не видите заголовка Элита. То есть вы их можете написать руками, но… В общем, ВКонтакте, короче, ВКонтакте классно с картинкой. Можно работать. Картинка большая, она заметная. И потому что еще к этому посту, не знаю, я просто уже настолько внутри вот этой всей истории ВКонтакте, поэтому я использую такие дурацкие слайговые выражения, как подсасывается ссылка. Но надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду. Если нет, то попробуйте расширить наш материал сейчас ВКонтакте и в Фейсбуке. В Фейсбуке, используя другую картинку, и ВКонтакте, используя картинку, и вы видите, что по-разному выглядит оформление. Вот. Что еще можно сказать про ВКонтакте? Немного другая аудитория, минимально другой язык, больше постов, и самая классная новость на свете. Фейсбук чуть-чуть за это наказывает, если вы выкладываете все время один и тот же материал, вот этот его хитрый алгоритм. Если вы выкладываете старый материал, который вы выкладывали, к примеру, три недели назад, он, Фейсбук, вас немножко накажет, отстранив от самого божественного пути своего алгоритма, и перевезя вас из Азиата божественного в просто хороший. Но ВКонтакте этой проблемы вообще нет никак. И, внимание, до открытия, можно бесконечно выкладывать старые материалы. Если он классный, он будет реально заходить. Найдется комментатор, который напишет, что вы это уже выкладывали. Найдется четыре других комментатора, которые ему скажут, ну и что, это увидит больше людей, это же наоборот хорошо. И вообще, в чем ваши проблемы? Ну, дальше они будут на 80 комментариев обсуждать политическую ситуацию на Украине, но это поведение комментаторов. Вот. Это секрет успеха. Берем старые хиты и бесконечно их выкладываем. Вот. Это что касается соцсетей. У нас есть еще одноклассники. Это интересно. Без привлечения сказать. Нет, серьезно. Это довольно интересный мир. И что очень важно, это не какая-то там тусовочка. Это просто люди, которые живут на свете. Это не ваши знакомые или не ваши косвенные знакомые. И это, на самом деле, очень важно, потому что для того, чтобы сделать классный проект, нужно выбраться за зону комфорта. Вот это вот все. А на самом деле просто нужно… Если мы, например, в данном случае занимаемся просвещением, то мы должны заниматься просвещением, а не просто удовлетворением наших ближайших друзей. Нам ужасно важно, чтобы это все смотрели, читали не только в столицах, но и в регионах. И в этом смысле одноклассники полезны. Но в одноклассниках, конечно, сложно. Потому что, что бы мы ни написали, нас обвинят во всех смертных грехах в комментариях. Поэтому нужно очень аккуратно писать. Никаких шуток, ничего такого. И желательно материалы про Россию. Причем… Причем как бы спокойно про Россию. Вот материал, где мы рассказываем биографию всех блинных персонажей. Не там, где мы рассказываем. Боже мой, вы просто удивитесь, когда узнаете, что Илья Муромец убил такого-то персонажа, что Добрий Никитич отрубил руки своей невесте. Нет. Наши, исконные, прекрасные, отечественные блины. Смотрите, читайте, комментируйте. А, да, конечно. Я увлекся рассказом про… Я пытаюсь это сделать. Я пытаюсь. Я почти. Ой, кстати, к разговору о вомбатах. Правда, это не вомбат, но… Да-да-да, я в деле, я в деле. Нет, я не очень в деле. Это интересный момент сейчас. О, я все понял. Нужно переставить раскладку. Спасибо за подсказку. Простите. Так. Да, в одноклассниках спокойно, все спокойно, Россия спокойно. Есть у нас Twitter. Про правила Twitter, честно сказать, нет, совершенно я ничего не могу вам сказать. Я не соприкасаюсь с Twitter. Я не знаю, как там правильно жить. У нас есть человек, который ведет Twitter. Он, наверное, может вам дать совет. Но сегодня здесь я, а не он. Да, и еще у нас есть рассылка. То есть мы, когда у нас выходит что-то новое, мы пишем письмо. Это такой олдскульный метод. Он более-менее действенен. Мы пишем письмо, рассказываем, что у нас вышло. Пишем письмо всегда от лица того редактора, который ответственный за это. Поэтому там такой еще легкий приятный момент, что с тобой коммуницирует тот человек, который это все сделал. Который ответственный за это все. Потому что, естественно, это сделал ученый, который прочитал курс лекции. Это сделали авторы. Но ты все-таки как-то это все спродюсировал. И ты хорошо знаешь свой материал, знаешь, что о нем рассказать. Это такая категория, скорее, не для молодых. Но много людей любят рассылку. У нас достаточно большая база. Процент открытия весьма не очень высокий. 50 или что-то вроде того. Но это нормально. Так это, кажется, и работает. Рассылка еще классная вещь, что у вас есть много имейлов. И если вдруг что-то происходит, к примеру, переносится ваш лекс или что-то такое, это просто один из каналов общения с людьми. Рассылку мы делаем через такой сайт MailChimp. Там можно минимально своими руками без криков помощи и вызовов программиста. Знаете, как есть такой мем? Если что-то не так, зови программиста. Чтобы программист все-таки имел возможность сделать материал, который потом много соберет просмотров, а не отвлекался на то, чтобы вы не понимаете, как поменять шрифт. Там MailChimp – отличная вещь для того, чтобы не вызывать программиста каждый раз, а попытаться сделать своими руками. Закончится все, конечно, тем, что вы позовете программиста, но это уже будет на вашей совести. Да, я попытался проследить путь материала от нуля к распространению через соцсети. Пару слов, какими качествами нужно обладать для того, чтобы это все сделать. На самом деле нужно, чтобы все люди, которые с вами работают, грубо говоря, обслуживают ваш курс, чтобы они были рядом с вами, чтобы дизайнер был рядом с вами, чтобы программист был рядом с вами, чтобы фоторедактор был рядом с вами. Короче, чтобы все были рядом с вами, потому что вопросы дистанционно не решаются. Решается просто все зависит от вашей инициативы. Если вы за что-то ответственны, вы просто бегаете из комнаты в комнату, человек напоминаете, напоминаете, напоминаете. Не потому, что он такой противный, а потому, что просто у всех много параллельных задач. И ваша задача быть в некотором смысле менеджером того, что вы делаете. И просто контролировать, чтобы что-то случилось. Намного проще, если вы сидите рядом. Поэтому я не очень верю в идею какого-то дистанционного из разного мира. Нет. Люди должны сидеть вместе. Это очень важно, потому что, конечно, любой сайт – это прежде всего люди, которые на нем работают. И вы вместе все выдумываете. Никто не помнит уже, кто предложил это, кто предложил то. Важно все время встречаться, общаться. Важно рассказывать о том, как у тебя обстоят дела. Рассказывать своим коллегам. Советоваться, наоборот, беситься, злиться, кричать на них. Вместе ходить в кино и выпивать. Потом вместе на редколлегии скучать. В общем, очень важно, чтобы все были рядом и вместе. И очень важно это просто желание доводить что-то до конца. Это редкая черта. Сам я не особо обладаю. Но все-таки иногда даже получается. И просто жутко важно. Если что-то идет не так, нет. Давайте все-таки доделаем до того, чтобы что-то дошло так. Может быть, я не прав. Это просто мое личное мнение по этому вопросу. Да, я начинаю переходить к последнему блоку. Тут я расскажу о том, какие материалы работают. Как мне кажется. Просто форматы. Напомню, что экс называется «Как полюбить науку». Я расскажу очень легко. Все. Наука – это классно. На самом деле, это такая тема, которая всем так или иначе интересна. Вот один из наших регулярных авторов и консультантов, историк Каменский, я прочитал на Википедии про него. Он рассказал о том, что, такая у него есть цитата, что история – это примерно то же самое, что футбол. Все в ней разбираются. Действительно, правда. Все так или иначе либо в школе что-то проходили, либо где-то. В общем, губерментарная наука. Ну, плюс они легко разговаривают в баре с людьми. И тут очень просто, как полюбить ее. На самом деле, вы и так, скорее всего, ее любите. Но я все-таки расскажу немного про технику, скажем так. Про то, как завернуть материал. Какие материалы работают хорошо. Сейчас мы пройдемся быстро по самым популярным материалам за всю историю. Напомню, что мы существуем в интернете уже целых два года. Недавно было двухлетие. И проходимся по самым популярным материалам. Значит, пару слов о статистике. Я буду рассказывать только о хорошей статистике, как вы можете догадаться. В этом месяце впервые, в этом смысле в марте, впервые на наш сайт зашло больше миллиона человек за месяц. Я не знаю, с чем это сравнить, но, по-моему, это достаточно все-таки неплохо для сайта, посвященный истории и культуры, а не новости, спорту или порнографии. Итак, просто быстро про самые популярные материалы. Материал «Who are you?» и ла-ла-ла. Это вообще удивительная история. Это наш материал. Это тест. Надо отвечать на вопросы. И потом ты оказываешься на шкале, где у тебя разные направления. Политические, точнее, политические всякие движения. Сто летней давности 1917 года. Мы сделали его по-русски. Он оказался очень популярным. Он был самым популярным материалом. Причем он сделал это за неделю. И мы решили его перевести на английский. Обычно мы ничего не перевозим. Обратите внимание, что у нас шапка сайта русская. У нас все это непонятно. Это что такое? У нас такого нет в нашей Европе. А это… Ну вот. В общем, короче, человек прямиком из… Не знаю откуда, не важно откуда. Прямиком из Венесуэла или Албании абсолютно ничего не поймет. Кроме вот этих вещей. Тем не менее, тем не менее, это почему-то невероятно хорошо зашло. За счет того, что этим кто-то поделился у себя иностранец. Один подхватил другому. В общем, полмиллиона просмотров для сайта, который пишет на русском языке. Это первое место. Понятно, почему это сработало. Это тема, тест. Кто я? Это изначальный способ поделиться в своих соцсетях своими политическими пристрастиями. Это идеальный повод для шутки. Посмотрите, какой я придурок, я большевик. Ну условно. Короче, понятно, почему это расходится. Я думаю, здесь объяснять не нужно. Самая простая на свете модели. Отвечаешь на вопросы, получаешь. У нас, правда, тут еще как бы вот мы тут немножко занимаемся просвещением. Поэтому вам рассказываем, что все это значит. То есть можно даже не пройдя тест, почитать, что это все значит. Но я думаю, что этим пользуются немногие. Но вот у нас все чисто. Мы просвещение. Смотрите, просвещайтесь. Дальше. Снова тест. Второе место. Тоже около полумиллиона. Вбиваем сколько вам лет. Вообще, мне ужасно нравятся всякие механики, где нужно что-то вбивать. Я об этом расскажу в следующей вкладке. Вбиваю сколько вам лет. Опа, в моем возрасте Пушкин доставили к Николаю Первому. И тут пообещали по этому. Ну понятно. Мне 27 лет. Как говорилось в одного из фильмов Никиты Михалкова. В моем возрасте Лермонтов уже 20 лет лежал в могиле. Но вот, в общем, тест примерно об этом. Я думаю, здесь тоже понятно, почему он хорошо работает. Очень простая механика. Сразу получаешь, сразу шаришь. Это и про меня, и про литературу. Ну, в общем, да. Третье место. О, боже. На третьем месте разводная страница целых 7 тестов. Но я просто так выделил эту интернацию. На самом деле, здесь тоже дело в механике. Обратите внимание, первые три теста. Все это вещи, где ты должен что-то делать сам. И пара-пам-пам-пам. Механика. Идиотская механика. Это всегда весело. Сколько было лет раскольников? Быстро ответ. 10 секунд осталось. Кто-нибудь? 43. Вбиваем. Понимаете? То есть, как бы, очень, на самом деле, это очень простая механика. Я даже, да, это очень простая механика, но тем не менее она жутко веселая. Ты что-то вбиваешь, у тебя идет время. Понятно, что вычитается, вот здесь у тебя есть очки, вычитается разница твоей ошибки. Сейчас я быстро покончу с собой. И дальше ты оказываешься на шкале. Я младенец. То есть, здесь, во-первых, у нас эти тесты, их семь. Они, конечно, какие-то из них чуть более популярны. Если бы я брал только десятку самых популярных материалов, то в ней было бы почти все эти тесты. Но я как бы их, я взял только разводную, чтобы не уходить в конкретику. Какие-то темы. Понятно, популярные. Это русская литература, мы все это проходили в школе. Кино, а кто не любит кино, живопись, классные картинки, отвечаешь. Какие-то совершенно непопулярные всемирные истории, а ты вообще где? Но на самом деле просто работает механика, просто потому что это весело. И здесь, мне кажется, что если у вас есть желание придумывать всякие интерактивные глупые штуки, просто больше проводите время за видеоиграми. Серьезно. Мне вот это помогает постоянно. Ты смотришь какую-то… Естественно, мы не сможем перенести огромную японскую RPG к нам на сайт, хотя хотелось бы. Но ты смотришь какие-то механики, мини-игры, вот эту всякую мелочь, какие-то вещи с карточками, ну такие вот штуки. И просто чуть-чуть их видоизменяешь и работает. Дальше. Наконец-то не игра, боже. Элементарный путеводитель по философии. Опа, это один из самых лучших работающих материалов. Это материал как бы шпаргалка. Вот у человека, который видит это, у него есть представление, что он зайдет сюда и все узнает. Ну или по крайней мере какие-то общие сведения. Он действительно это сделает, но скорее всего он просто это сохранит в закладке и не будет читать. Тем не менее, это делает материал популярным, полезным. К нему можно обращаться перед экзаменом. То есть это рассчитано абсолютно на разных людей. Материал «Все, что нужно знать о в таких-то пунктах» — это формат. Это один из самых эффективных и действенных форматов. Вот если вам нужно создать контекст, допустим, у вас лекции, вам нужно рассказать о какой-то большой теме. Мой любимый вариант — это вы берете историка, который занимается этой темой, читаете его книгу. Перед тем, как встретиться с ним, договориться о встрече, читаете его книгу и дальше высылаете ему, как вам кажется, какими могут быть эти пункты. Вы вместе с ним еще по почте правите эти пункты и дальше вы приедете на встречу с ним. И он как бы готов, он знает, что будет, знает, о чем будут вопросы. И вы готовы, потому что вы уже прочли книгу. И что самое главное — это вытащить, грубая метафора, но выжать эту информацию. То есть вы знаете, какая у него идея. И вам нужно, чтобы он сейчас ее вам как-то переформулировал короче, чем он это сделал в книжке, но чтобы вы знали, о чем его спрашивать. Потому что если он об этом не писал, то, скорее всего, он либо это не знает, либо это не считает существенным. Поэтому очень важно, когда вы встречаетесь с кем-то, не просто подготовиться по теме, полазать по википедии или почитать учебник. Это тоже полезно. Но важно знать именно, что этот человек лучше всего рассказывает про это. Какая его основная мысль. Вы встречаетесь с ним, берете интервью, выкидываете свои вопросы, записываете, выкидываете свои вопросы и превращаете это все в связанный текст вот с таким вот посылом. Все, что нужно знать об Александре, первым в 11 пунктах рассказывает историк. И дальше, как видите, здесь нету моих вопросов, я брал это интервью. Здесь есть просто информация. То есть я превращаю разозненные вещи, выкидываю свои вопросы, которые никому не интересны. Если бы это было интервью обычное, в основном вы узнаете, что за человек и так далее. Здесь выжимаем все самое важное, отправляем на утверждение лектору, оформляем, делаем удобные вещи сразу, чтобы было видно, из чего состоит слева оглавление. Справа в двух словах, такой как бы короткий это. Здесь чуть подольше, но видите, тоже неогромные пункты. Этот материал, конкретно этот материал, он не входит в десятку самых популярных, но он достаточно популярный, мне кажется, в тридцатке точно. На всякий случай я скажу, что если считать материал, который вышел у нас на сайте и в журнале, и будет вот этот материал, просто обратите внимание на номер, 894. Этот материал вышел полтора года назад. Я думаю, что будет тысяч пять-четыре. Короче, очень-очень много материалов. Поэтому то, что он в тридцатке, это высоко. И, соответственно, здесь примена немного другая техника, не как я описывал с интервью, но тем не менее посыл такой же. Девять разбираем, в девяти, в данном случае в девяти философов. Рассказываем об их идеях, пытаемся придумать нормальное оформление. У меня почему-то не открывается попапа, весьма не открывается внизу, неважно. Да, ну тут какая-то самая основная информация. Вот, обратите внимание, что в хит-параде это первый материал без игровой механики. Дальше материал, о котором я рассказывал, тоже опять классная механика. Не очень на самом деле интересная тема, но сам посыл, игра «Переживите революцию». В этой книге даже если тебе все равно, что… Ну, такая идея, как бы вы пережили революцию, просто разбираем на примере французской истории. Дальше идет искусство классного заголовка, искусство темы, все понятно. Да, конечно, в это невозможно не тыкнуть. Это самый простой материал, без особо рассказываем. Специалист, автор интересной книги, на похожую тематику собрала еще несколько книг, и вот описала ситуацию с гомосексуалистами в интервьюционном Петербурге. Дальше. Следующий формат. Я просто, чтобы вы понимали, примерно разброс цифр у этих всех материалов, сейчас я скажу точно, у этих всех материалов, вот, да, у них больше 300 тысяч просмотров. У этого, к примеру… Сейчас, где он? Нет, у этого чуть меньше. У этого чуть меньше, но не суть. Значит, да, что читать, смотреть и слушать на каникулах. Это тоже, что всегда хорошо заходит. Это списки рекомендаций. Список рекомендаций на интересную тему всегда сработает. К примеру, будет, забегу вперед, один из самых популярных материалов, семь запрещенных фильмов в 60-х. Семь запрещенных фильмов в 60-х. Мы с моим другом посмотрели фильмы, сделали забавные скриншоты. Сейчас я покажу любимые из них. Блин, здесь все любимые, я не могу выбрать. Секунду. Ну вот, да, я думаю, что эта ситуация знакома многим людям. Вот. Да. Просто посмотрели фильмы, кратко описали, почему их запретили, что за фильмы, соцсессия, все. Успех, успех гарантирован. Ну вот так вот. Или… Сейчас, я чувствую, смешно. Нет, не то. Вот. Такие ситуации. Да. Это формат рекомендаций. Просто семь фильмов. Но мы переходим к сложным рекомендациям. Итак, сложная рекомендация. Ба-бах, табличка. Придумываем, опять же, как всегда, какую-нибудь механику. На самом деле, чем проще, тем лучше. Берем разные жанры. Тупая комедия, хип-хоп, документальный фильм, песни Бориса Горбичакова. У него есть песни про все. И берем тему лингвистика, философия, религия. Тыкает, значит, песни Бориса Горбичакова про музыку, но уж нет. Ну давайте про мистику, боже мой, как же у него есть и такие, оказывается. Нет, давайте лучше про феминизм. Вот. Выпадает песня «Пятнадцать голых баб». То есть, понимаете, вам как бы… Вам просто весело в это потыкаться, подумать, что они там собрали. Но иногда это действительно полезно. Документальный фильм, к примеру, о религии, не знаю. Вот, пожалуйста, такой-то фильм. Смотрите внимательно. Этот материал мы сделали на новогодние праздники, чтобы ничего не выпускать с первой недели года. Можно его бесконечно указывать в соцсети. Я думаю, что это никому не доест. Если вам сегодня вечером будет нечего заняться, и я не знаю, что зайдите сюда. Нет, во-первых, зайдите сюда. Во-вторых, нажмите во все кнопки, и кое-что случится. Да. Вот видите, как я вам продаю этот материал. Так, идем дальше. И вот, собственно, тоже один из самых популярных материалов. «23 миф, которые раздражают ученых». Он достаточно журналистский. Пишем ученым письмо, что вас раздражает, и они отвечают. Так что это даже просто осуществить. Но важно, что формат мифа о чем-то, он отлично работает. Здесь, конечно, всегда сложно понять, что на самом деле является мифом. Не в том смысле, что правда ли это неправда. А если такое расхожее представление, но на какие-то темы действительно просто и легко придумать мифы. Вот, формат мифов, он тоже всегда очень хорошо работает. И хорошо работает формат объяснялок. Это сложно делать, но тем не менее просто объясняем что-то на пальцах. Это, в общем-то, примерно то же самое, что в таких-то пунктах. Просто в данном случае это один из самых популярных материалов. И во втором случае это то, что это просто картины, пины, объясняем, рассказываем. Да, я говорю уже час, поэтому... Да, наверное, я прекращу свой рассказ и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Тем более, что уверен, что они будут чуть более интересными, чем мое выступление. Ура. Олег, можно я начну с первого вопроса? Расскажи самую такую базовую вещь. Кто делает Арзамас, сколько вас человек, кто они? И как распределяются обязанности в команде? Да, по поводу, как распределяются обязанности в команде, ох, это будет сложно. Начну с простого. Значит, кто делает Арзамас? У нас достаточно много человек сидит в редакции. Есть главный редактор. Его задача быть главным, собрать команду и просто быть классным. Есть четыре шеф-редактора, которые ведут какие-то определенные проекты. Их задача отвечать полностью за проект. Есть еще один редактор, который сейчас больше занимается аудио, потому что мы переходим от видео к аудио-лекциям, потому что аудио, во-первых, дешевле, во-вторых, на самом деле, кажется, больше нужно людям, потому что наши лекции, где мы тратим время на монтаж, в аудио тоже тратится время на монтаж, я имею в виду, тратится время на какую-то графику, на картинке. Их, конечно, слушают, пока моют посуду, отвернувшись, играя в приставку. Есть еще один редактор, который занимается приложениями и всякими такими вещами. Вот эти все люди, назовем их редакторы, все они редакторы, получается, я насчитал уже сколько, 7 человек. Это в основном те люди, которые обсуждают какие-то идеи, каким будет курс, какие будут в нем материалы. К нам приходят люди, которые хотят, чтобы какие-то коммерческие представители, что с ними сделать, как подготовить спецпроект, каким будет лекторий, каково, как... Ну, то есть люди, которые, грубо говоря, в основном занимаются тем, что придумывают. Очень близко к этим людям, естественно, находятся дизайнеры, потому что дизайнеры не только придумывают вместе с редактором, как будет устроен материал изнутри, тот, который сложно сверстанный. Но и, естественно, придумывают логику сайта. Дизайнер встречается с человеком, который скорее больше про тексты, становится понятно, как это должно быть логично, и с такой, и с другой стороны. Есть два фоторедактора, они находят фотографию. Это на самом деле только кажется, что это не важно, это суперважно, потому что мы делаем не только материал, но делаем и видео, а видео, фотографии подобрать. Серьезно. Вот только что перед началом выступления мы показывали одни из наших... Ребята показывали одни из наших самых популярных... Я совсем не рассказал про ликбезы, ладно. В общем, мы сейчас занимаемся ликбезами. Это такая вещь, 20-минутный ролик, где все быстро, весело, смешно. И к нему еще и снабжаем его лекциями, где медленно, весело, смешно. И дополнительным материалом, где что-то есть. Вот. Это мы сейчас... Это наше основное направление, которое мы хотим отрабатывать. Вот эти 20-минутные ролики. Посмотрите. Вот показывали перед тем, как я появился на этом стуле. Посмотрите. У нас есть такой ролик про Грецию, про Древний Рим. В общем, там сложный монтаж. И фоторедактор должен найти просто идеальную волчицу, чтобы было смешно. Или фоторедактор должен найти идеальную собаку, чтобы ее распять. Серьезно, правда. Это очень важно. И от этого зависит настроение, потому что люди, конечно, в первую очередь потребляют глазами. Вот. У нас есть выпускающий редактор, который смотрит на все это последнее и говорит, что это никуда не годится. У нас есть в штате программист. Два программиста. Один фронт-энд, другой бэк-энд. У нас… Сейчас будет обидно, если я кого-то забыл. У нас есть коммерческий отдел, который занимается тем, что ищет людей, которые хотят вкладывать в нас деньги и делать с нами спецпроекты. Ну, скорее, делать с нами спецпроекты. У нас есть… Один из самых важных людей на свете это администратор редакции, который сидит за тем, чтобы соблюдались дедлайны, чтобы у нас было расписание, чтобы мы все не сошлись с ума, чтобы все это работало. То есть он как бы над редактором, который над маленькой своей грядкой орудует. А этот человек орудует нас всеми, чтобы просто все понимали, куда им нужно тянуть этот камень в построении этой пирамиды. Конечно, такого человека все не любят, но на самом деле это такая любовь, не любовь. Но это самое важное, на самом деле, что человек в редакции, чтобы заставлять все это функционировать. Графики, расписание, всякие такие вещи. Да, вот так, я надеюсь, никого не забыл. Раньше у нас были люди, которые бонтировали видео, но мы стали намного меньше делать видео, поэтому нам сейчас такой человек не нужен в редакции. Это я отвечал на первую часть вопроса. Кто эти люди, в основном это работники, в основном это люди, которые работали раньше в каких-то СМИ. Вот их наш редактор Филипп Зитко собрал как бы такую команду мечты. У нас есть люди из Esquire, из Ленты, из других изданий. В основном эти люди даже заканчивали университет, естественно, не в качестве журналиста, а про историю или про литературу, в общем, что-то такое. И вполне, может быть, могли бы даже заниматься наукой, но выбрали скорее такое смежное направление. Но в основном это редакторы. Я сейчас описал эту ситуацию. Кто дизайнеры и кто программисты? Ну, те люди, которые работают дизайнерами и программистами раньше. Что тут сказать? Ну, получается, что в редакции, в здании, где мы сидим, получается больше 20, наверное. Да. Как-то так. Добрый вечер, Олег. Меня зовут Вадим. Спасибо за прекрасное выступление, прекрасный разомас. Тем не менее, вопрос, который меня все время так вот подознательно гложет, глядя на то, как все это хорошо, закрадывается сомнение, как это все реально монетизируется, особенно сравнивая с, ну, не знаю, простой же Медузой, с чем-то современным, которое красиво, и сколько там каких-то, очевидно, платных вещей, и сколько на разомасе. Из этого возникает вопрос, возможно, чувствительный, каким образом на все это находятся деньги. Прекрасное издательство Яндекса сверху написанное. Мы очень мельком упомянули про коммерческий отдел, про какой-то вот engagement людей просто примерами вашей красивой работы. Если это все не секрет, расскажите, как это монетизируется и окупается ли. Да, это не секрет, на самом деле. Этот вопрос сейчас задают, что довольно странно, потому что ответ на него есть в интернете, но неважно. У нас есть меценат, который поверил в нашу идею и вместе с Филиппом, в общем-то, придумал этот сайт. Это основное, конечно же, и первое, и самое важное. Второе – это то, что мы сейчас действительно стараемся продавать какие-то проекты. У нас есть коммерческий отдел, который ходит, предлагает. И, знаете, вообще продавать вещи про историю, про культуру, оказывается, намного проще, чем про что-то другое. Потому что, конечно, у вас есть, к примеру, завод Citroën или завод Volkswagen, или пиво не подходит. Ну, в общем, у вас что-то есть. Пиво, по-моему, нельзя рекламировать. И у вас что-то есть. И, конечно, вам хочется, чтобы с вашим брендом отстрилилось что-нибудь хорошее. А что может быть лучшее? Просвещение, образование, все это так здорово звучит. Правда. Поэтому сейчас, да, мы много работаем с разными… Нет, естественно, все равно это очень сложно довести до договориться, довести до конца. Но вот я работал раньше на другом сайте, и, конечно, его было значительно сложнее продавать, чем сайт, посвященный истории и культуре, как мне кажется. Но я могу ошибаться, я этим не занимаюсь. Я просто говорю сейчас за тех людей, которые получают эти деньги, а я просто сижу, скрестив руки на стуль. Если попытаться соотнести по доходам какие-то средства мецената и то, что сейчас есть по спецпроектам, каким-то еще источникам. Здесь сразу скажу, что я не могу на этот вопрос ответить, потому что совершенно не интересуюсь деньгами. Это замечательно, когда можно не интересоваться. Да, в этом смысле здорово, что мне повезло. К сожалению, не могу сказать о соотношении, даже не только потому, что это тайна, даже не знаю, тайна ли это. Просто не знаю. Спасибо за вопрос. Меня зовут Юрий Руссо. Во-первых, хотел бы выразить большую благодарность. Я считаю, что подобные проекты есть, но именно что вас отличает, это достаточно высокое уровень, потому что вы действительно нанимаете очень хороших специалистов именно из крупнейших институтов российских. Я, в частности, с некоторым знакомым Константин Дуков-Кашура тоже приглашал в Минск. То есть он крупнейший специалист по русскому вангарду, отличный специалист. Ну и к тому, что очень хорошо. Я считаю, что в Беларуси, по крайней мере, такого уровня проектов нет. Ну, по правдным причинам это долгий разговор. Нет институтов. И мы, в общем, в целом больше ориентируемся на Москву. Ну и, по крайней мере, я, и политически. Ну, вот, мой вопрос такой, ну, у меня много вопросов, конечно, но я пытаюсь кратко сжать. То есть, вот, в общем, в целом, ну, я сам участвовал в западных таких подобных проектов, да, то есть, ну, схожи с вашими идеями. Идея в том, чтобы пригласить топовых академиков, да, ну, в западном, например, вот такого уровня, как Жижик, там, Бадью, да, и сделать это знание доступно, демократично для всех, ну, что предоставляет интернет, да. Вот, и, ну, да, ну, там, скажем, такой интернациональный проект, называется Global Research Institute of Advanced Studies, вот. Я сам лично участвовал, знаком с создателями, да, вот. Ну, так вот, такой вопрос, что если мы берем западный мир, да, чтобы, ну, получить доступ к этим теоретикам, да, и пригласить в публичное пространство, там идет речь о очень высоких гонорарах, да. Вот, допустим, просто пример. Они приглашали Алену Бадью в Средний Запад американский, и, то есть, ему заплатили за 8 часов лекции 20 тысяч долларов, да. Ну, вот, просто пример, то есть, чтобы ориентироваться, да. Вот, а если вот говорить там про Москву, да, и вот, ну, то есть, несколько таких вопросов. Во-первых, как это легко, то есть, выйти на контакт с этими, то есть, ну, крупными учеными, да, очень изыгранных, то есть, ну, по российским меркам, институт, и, то есть, вот, ну, говорили про гонорары вскользь, да, то есть, как вообще, вот, ну, договариваться с ними, это первый вопрос. Во-вторых, то есть, если перспектива, вот, вы там упоминали английскую версию, то есть, выход на такой интернациональный, да, то есть, преодоление какой-то российского, то есть, контекста и выход на какой-то интернациональный контекст, То есть приглашение каких-то таких западных специалистов. Понял вас. Сразу отвечу на второй вопрос. У нас есть желание переводить, у нас есть желание работать. У нас даже записан один курс довольно известного иностранного ученого. Но просто это сложно. Очень много нужно сделать для того, чтобы хотя бы качественно перевести. Мы хотим это делать. И это стоит в каких-то, наверное, наших ближайших планах. По крайней мере, мы это часто обсуждаем. Я не занимаюсь планированием, поэтому могу сказать просто, что это находится в пуле самых обсуждаемых вопросов. Так что мы стремимся к этому. Что касается того, как выйти на ученого, ну, во-первых, это совершенно несложно. Очень часто почта ученого есть даже в его университетском профиле на сайте. Через знакомых, конечно, как всегда, просто и легко выйти. Взяв одного ученого, так иначе вы можете добраться и до десятого. Да, конечно, дальше, что касается гонораров, нет, не 20 тысяч долларов. В Москве нет таких цен. Дальше, ну, просто тут уже твое дело, как связываться с ученым, что ему писать, писать ли сразу про деньги в письме или не писать. Я не знаю, есть, я не знаю, правильный ответ на этот вопрос. Вот, но, как-то, знаете, получается так, что если вы предлагаете действительно что-то большое и интересное, он, скорее всего, ответит. А если вы предлагаете, к примеру, не могли бы вы проверить вот такой-то материал, то, ну, естественно, конечно, это будет стоить значительно меньше денег. Поэтому материал мы всегда просим проверять тех, кто с нами часто на связи. То есть здесь просто какой-то самый ближний круг ученых по разным темам, которые мы знаем, что он всегда ответит, что он всегда поможет, что он делает все хорошо. Вот, надеюсь, что я смог ответить на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос у меня. Спасибо вам большое за лекцию. Было, правда, очень интересно. У меня вопрос про стримы, про ваши онлайн-трансляции лекций. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили это делать, сколько человек вас смотрит, как вы работаете с комментариями, и вообще вы довольны экспериментом, и собираетесь ли вы куда-то его развивать? Так, по поводу стримов. Я несколько месяцев назад купил себе впервые телефон, на котором есть экран, который можно тыкать пальцами. И, знаете, я с тех пор просто не могу оторваться от YouTube. Поэтому мы продолжаем и будем продолжать это делать. Будем искать разные варианты, как-то развивать YouTube-канал и так далее. Это все очень важно. И вообще YouTube — это отличная вещь. Это суперважная соцсеть. В ней нужно работать по разными форматами, по-разному. В том числе и стримами, даже, возможно, не обязательно стримами, только лекции. Думаем об этом, придумываем, в эту сторону движемся. Что касается… Почему мы стали делать… Краткая история для непосвященных. Вот я показывал в начале лекторий, этот университет у нас называется, где 20 лекций, анонсы. Может быть, помните, это было давно, час назад. Так, да, сбился в смысле. Мы изначально не планировали делать прямой эфир. Мы планировали снимать это на видео, а потом, выкидывая лишнее, чуть сокращая, монтировать, снимать с нескольких камер и, в общем, превращать часовые лекции в идеальные 40-минутные, отполированные лекции с картинками. Такая была наша первоначальная идея. Но когда мы сделали первое мероприятие, в зале, который рассчитан на 500 человек, на этом мероприятии загистрировалось 3000, мы поняли, что мы просто не сможем впустить всех желающих, поэтому придумали трансляцию. И у нас началась задача как можно отговорить, как можно больше людей идти на первую реакцию, смотрите дома, смотрите там. Так мы начали делать трансляции. Дальше. В итоге мы, на самом деле, довольны трансляциями. Нам даже потом решили отказаться от идеи снимать с нескольких камер, потому что мы просто довольны трансляцией. Можно показывать картинки. Это часовая лекция, нормально, сойдет. Одна-две камеры, вполне ничего. Картинки вставляем в эфир. Просмотрим мы, довольны, потому что там есть, ну вы понимаете, несколько часов, вместе с вопросами, это почти два часа длится. Там есть, онлайн всегда смотрят не очень много, человек пятьсот, шестьсот, семьсот, иногда пятьдесят в самом конце, иногда тысяча в самом начале. Ну, в общем, смотрят онлайн не очень много, прямо в данную секунду, но потом все смотрят и просто это воспринимается как один из роликов на Ютьюбе. Мы довольны цифрами, они там достаточно большие. Почти все лекции преодолели на Ютьюбе десять тысяч просмотров. Мне кажется, это нормальная на самом деле цифра для двухчасовой лекции о персидской литературе. Потом мы стали проводить трансляции на Фейсбуке и ВКонтакте, пользуясь инструментами этих соцсетей. И, конечно, это отъело просмотры у Ютьюба, но если суммировать, это принесло нам еще больше просмотров. В общем, на самом деле, мы довольны этим экспериментом и сейчас можно делать трансляцию нормальной и с хорошим звуком. В общем, есть возможности это делать, поэтому мне кажется, что если есть мероприятие, почему бы его не затрансировать, тем более, что просто вот запись, кто не пошел, тот потом посмотрит. Классно. Да, вот так я отвечу на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Олег, спасибо большое за лекцию, спасибо за Арзамас. Пользуясь случаем, спасибо вам за ВОЗ. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какое влияние может быть на членов редакции Арзамаса оказал проект Постнаука? Существует ли какая-то связь между сейчас с вами или какие-то отношения, может быть, конкурирующие там или творческие? И второй вопрос. Когда вы говорили про соцсети и присутствие Арзамаса в них, вы не упомянули Телеграм? Я не знаю, есть ли в Телеграме канал у Арзамаса или нет? И почему я спрашиваю про Телеграм? Потому что там сейчас очень популярно создание чат-ботов, и мне кажется, вот эта механика игровая, про которую рассказывали, она была бы там более чем уместна. Спасибо. Давайте сразу отвечу на второй вопрос. Я не пользуюсь Телеграмом, поэтому я не могу ответить со стопроцентной правильностью, но у нас, по-моему, вы просто поймите, это просто махина, тут лекции, то аудио, поэтому, конечно, что-то мне неизвестно, к тому же я всего лишь один из. По поводу Телеграма, по-моему, у нас есть какой-то бот, я не знаю, как работает Телеграм, поэтому я сейчас просто произношу слова, которые, по-моему, имеют смысл, но не уверен. Зато я точно знаю, что мы несколько раз обсуждали в редакции, что нужно сделать Телеграм-канал, но нужно сделать классный Телеграм-канал, не то, чтобы он автоматически что-то рассылал. Короче, это нужно делать, и мы даже обсудили, давайте через неделю обсудим, как это делать, и потом я не помню, то ли мы не обсудили, и, ну, в общем… Есть у нас Арзамас-бот. Да, ну вот… Он присылает в интерьер. Вот, да, у нас есть Арзамас-бот, короче, это не дело. Нужно делать именно, как сейчас все делают Телеграм-каналы, как бы вручную. Мы пока его не сделали, но этот вопрос также поднимался. Не сделали, потому что просто не хватает ресурсов. Что касается постнауки. Я постнауки узнал только, когда меня позволили работать на Арзамас. Это лично, что я знаю про постнауку. И там, и там видео. Честно говоря, на этом почти все, вся похожесть расходится. Потому что, во-первых, у них другая тематика. У них все-таки лекции про гуманитарные. У нас важно, у нас лекции только про гуманитарные науки. Одна тоже из идей, которую я забыл упомянуть вначале, то, что доказать, что… Ну, просто когда наука, сразу люди представляют себе андроидный коллайдер или что-нибудь такое. Нет, наука бывает и про книжки даже. Да, у них все-таки, по-моему, больше про точное и про естествознание и всякое такое. У них есть гуманитарные, но так совсем немного. И у них все-таки в первую очередь, насколько я понимаю, потому что я, например, подписан только на их YouTube-канал, у них намного меньше дополнительных материалов. Отличный проект. Нам приятно с ним конкурировать, сидеть за одним круглым столом о чем-нибудь спорить или наоборот соглашаться. Но я бы не сказал, что постнаука как-то сильно повлияла не только на меня, но и на других членов редакции. Спасибо за вопрос. Есть еще один вопрос. Во-первых, спасибо за лекцию. И в начале лекции вы говорили, что Арзамас это такая платформа, где создаются рок-звезды. Это было изначально. Да, да, да. Клуб 27 и так далее. Ну, правда, в науке это сложнее сделать. Переход на аудиоформат не убьет ли эту концепцию? Это первый вопрос. И второй, а какие все-таки сайты являются такими вдохновлением для сотрудников Арзамаса? Зарубежные, русские, не знаю. Отвечу сначала на первый вопрос. Вот этот раз ради эксперимента. Значит, что касается… Да, конечно, то, что мы убираем лектора со стула, мы чуть-чуть его делаем менее популярным, чем если бы он был на картинке. Но это просто немного вынужденная мера, а может быть, с другой стороны, более удобная для пользователя. Нам, конечно, проще делать аудио лекции, чем снимать ролики. И ученым проще, кажется, записываться на аудио. И, кажется, даже потребителям проще слушать лекции, чем смотреть их. Мы не отказываемся от видео лекций, они будут выходить и так далее, и от видеоформатов. Просто мы хотим делать больше курсов, а чтобы делать больше курсов, нужно скорее работать с аудио. Это первый был вопрос. Второй вопрос про, что вдохновляет сотрудников Арзамас. Я не могу ответить за персонажа под названием среднестатистический сотрудник Арзамас. Знаю, что многие наши ребята, у нас есть даже такой клуб любителей подкастов, они все время слушают какие-то иностранные подкасты. У меня где-то есть письмо, где они мне советовали, какие нужно послушать подкасты. Поэтому я не могу вам точно ответить, но можно придумать какую-нибудь, если вам действительно интересно, какие там классные иностранные подкасты, можно придумать какую-нибудь классную тему через Facebook, в стоящие мероприятия. В общем, я вам скину список. Сейчас не могу дать ответ на этот вопрос. У ребят, которые занимаются видео, они смотрят какие-то иностранные видео, ничего про это, к сожалению, не знаю. Когда мы обсуждали, как делать вот видео Ликбеза, то, что показывали сначала про Древний Рим, про Древнюю Грецию, про искусство 20 века, мы смотрели на… Чтобы я помню… У меня просто проблема с тем, что я совершенно не помню, как называется сайт, и вообще почти ничего не читаю в интернете сам. Мы смотрели, по-моему… Мы смотрели разные ролики. Там было про Сирию, такой ролик с анимацией, то ли это был Вайс, то ли еще что-то. Я так не могу, к сожалению, вспомнить. Да, что касается каких-то сайтов, которые вдохновляют, у нас была попытка еще на заре сайта, пару лет назад, делать такие ежедневные встречи, где все приносят классные сайты, референсы. Вот. Что-то я не помню, чтобы эта встреча прошла во второй раз. Поэтому я не могу сказать, что что-то… Ну, не знаю. Меня вдохновляют интересные книжки и классные видеоигры. Кого-то вдохновляет подкаст, кого-то вдохновляет такой-то канал на YouTube, где режиссеры разговаривают друг с другом. Не могу сказать, что есть какие-то определенные сайты, на которые мы смотрим. Вот. Мы любим, конечно, под пересеками всякие классные маленькие механики, но в итоге я даже сейчас пытаюсь помнить хоть один пример, когда мы это сделали. Мы все время говорим, о, как хорошо, надо на нас так же сделать. И не помню, чтобы это доходило до конца. В общем, я, к сожалению, совсем не могу вам ответить на этот вопрос. Не то, что это тайна, потому что просто этого как бы очень много и одновременно нет чего-то такого основного. Олег, у меня такой вопрос. Вход на лекторию, ну, как бы университет «Разамас» это тоже мероприятие, оффлайн-мероприятие бесплатное для всех слушателей. А были ли у вас мысли монетизировать, собственно, университет, сделать лекции платными, просить о поддержке своего комьюнити читателей? Ну, опять же, я совсем не занимаюсь денежными вопросами. А ты, по-моему, занимаешься лекторием, об этом можно сказать, что ты ответственный за оффлайн-события. Что касается этого конкретного лектория, у нас только один раз была идея брать за него деньги, когда мы думали, как бы нам сделать так, чтобы не было людей, которые не попадут в зал. Вот. Это был единственный момент, когда мы, по-моему, размышляли о том, что нужно брать деньги за вход. Я только так могу на это ответить, потому что за что-то нужно платить, но пока у нас такие проекты, которые бесплатны. Что будет дальше непонятно, неизвестно. Есть еще вопросы? Да? Давайте все-таки с микрофоном, потому что у нас пишется звук. О, под запись. Вам не привыкать. Да, я хотела спросить просто про видеоигры как раз. О, да, давайте поговорим о видеоиграх. А что с ними? Ну, вот какие там в последнее время служили вдохновением? Ну, на самом деле полезные мелкие механики скорее можно вытащить из каких-нибудь квестов или из мини-игров внутри больших игр, либо из браузерных игр. Есть такая вещь, по-моему, я не помню, как сейчас называется. Это конквистадор, это флеш-играм, то есть где можно играть с браузера. И там задают вопросы по интернету, три человека отвечают на вопросы. Если ты ответил правильно, то ты отнимаешь кусок территории. Это все неважно. Там есть одна мелкая механика, которая жутко меня запала в душу. Она заключается в том, что порядок хода определяется тем, что вначале задается вопрос, к примеру, сколько пальцев у человека на руке. И человек вбивает цифру и нажимает подтвердить. Соответственно, тот, кто выбрал правильное количество, тот выиграл. Или тот, кто сделал это первым, то есть если все правильно ответили пять. И вот как раз из этой механики, а если кто-то ответил шесть, кто-то ответил семь, а кто-то ответил один, то выигрывает шесть, потому что это ближе всего к пяти. Вот из этой механики мы сделали как раз ту, которую я показывал с теста на знание всего, где у вас также есть элемент времени, также есть разница, важная разница. Если вы ошиблись на 10, у вас будет минус 10 баллов. Если вы ошиблись на 5, то будет минус 5 баллов. Вот. Да. Еще просто разные мини-игры. Я уже давно не кручусь вокруг этого. Я совсем не могу понять, как перенести. Это карточная мини-игра из довольно старой игры Final Fantasy VIII. Просто достаточно простая игра про собирание карточек и про сражение коллекционными карточками. Но просто по жизни я очень люблю игры от компании Nintendo и всякие японские игры. И обычно занимаюсь именно этим в свободное время. Вот. Еще есть вопросы? У меня тогда такой еще будет. Где, как ты думаешь, или иначе, ты говорил о том, что раньше, до лекции, о том, что ты самый, в общем-то, молодой в команде и куда, как тебе кажется, Arzamas должен идти дальше с твоей точки зрения? За какими-то технологиями, за какими-то, может быть, аудиториями специфическими? В какую сторону ты смотришь и думаешь, о, об этом обязательно нужно рассказать на летучке, на обсуждении? Ну, я про YouTube в последнее время очень активно думаю. Но вообще, как мне кажется, самое главное выбраться из комфортного мира в Facebook-ленту и заняться действительно просвещением, а не просто словами. То есть, чтобы нас смотрели те люди, которые обычно не сидят в Facebook, а те люди, которые обычно смотрят RTR, или чтобы нас смотрели те люди, которые обычно не смотрят наши лекции, а кидают друг другу мемы. Вообще без проблем, в смысле, сам уважаю кинуть кого-нибудь в классный мемчик. Не о том речь. Я имею в виду, что просто, ну, задача действительно заниматься просвещением и, соответственно, подключать самую юную аудиторию и ту, которая обычно чувствует себя в интернете некомфортно. То есть, люди, которые не так часто пользуются интернета. Вот это. И очень хочется, чтобы наши цифры в регионах были такими же, как и в Москве, и в Петербурге, или в Киеве, в Минске. Ну, в общем, хочется, чтобы… Просто хочется массовость, вот в какую сторону. И хочется развивать именно видеонаправление, потому что все любят видео. Я тоже люблю видео. А как вы присутствуете в регионах? У нас есть лектории, во-первых, в городе Тольятти. Ежемесячные, если мне не изменяет память. По-моему, там один месяц пропустили. Не важно. Ежемесячные лектории в Тольятти. У нас есть… Да, вот сейчас я пытаюсь вспомнить, что у нас конкретно есть из такого физического присутствия. У нас всегда есть желание ездить, рассказывать, показывать, что-то устраивать. Но дистанционно это немного сложно организовать, поэтому захват происходит довольно медленно. Но мы всегда как раз в эту сторону. Мы очень популярны в Нижегородской области, где находится город Арзамас. Можно сказать, что мы там присутствуем. Там, между прочим, нас попросили заблокировать наш сайт, но это просто забавная история. Расскажешь подробнее? Да. У нас вышел материал про… Был курс про финансы в XVIII-XIX веке в Российской империи. Один из дополнительных материалов были цитаты из такого сатирического филитона середины, если не ошибаюсь. Ну, в общем, второй половины XIX века «Как брать взятки». Сатирический филитон. Мы выкинули что-то, взяли самые веселые цитаты, написали на своем сиатке «Как брать взятки», написали в Лиде отрывки из такого-то, 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 такого-то года рождения. Ой, такого-то года книги. Все было ничего, но оказывается, что в какой-то момент… Нам потом пришло уведомление, сейчас мне лень копаться в этих воспоминаниях, оказалось, что прокурор, по-моему, города Арзамас, это город Нижегородской области, подал на нас заявку в Роскомнадзор, это организация, которая занимается блокировкой сайтов в России, потому что этот материал призывает брать взятки. Я сразу представляю себе поведение, вообще, как это все случилось. Кто-то, ну, вряд ли сам прокурор, наверное, его помощник, садится, открывает ноутбук или сидит перед своим экраном, или едет на автобусе и пытается сдать отчет, значит, вбивает Арзамас, ну, логично, я работаю в этом городе, я, значит, должен следить за порядком в этом городе. Взятки! Ему выпадает материал. Как брать взятки? Сайт arzamas.akademy. Ну, понятное дело. Все, бан. Да, такая вот забавная история. Но в Арзамасе мы популярны. Тем не менее, правда, у нас, когда в день запуска больше всего подписчиков ВКонтакте, в соцсети было, какое-то там первые несколько часов было именно из города Арзамас. Да. Может, еще у кого-то есть вопрос? А можешь тогда рассказать напоследок о своих любимых курсах, о своих любимых, я не знаю, авторах, темах? Что бы ты особенно посоветовал нам всем сегодня прийти, открыть, послушать, прочитать? Ну, мне кажется, самый, самый такой, не то, что лучше, но с него точно можно начать, это курс называется «Как понять живопись, по-моему?» В общем, это курс про картины 19-го века. Можно найти по таким ключевым словам, как Арзамас. Шедевры 19-го века Илья Дородченков. Доронченков, господи, сложно выиграть. Это один из наших первых курсов. В общем, он просто в списке курсов будет внизу. Он называется, по-моему, «Как понять живопись 19-го века?» Если не ошибаюсь, могу уже не помнить, как называется этот курс. Это разбор одним очень симпатичным петербургским ученым восьми картин 19-го века. Он очень классно рассказывает, здорово их интерпретирует. Это именно то видео, которое нужно смотреть, потому что там показывается, о чем идет конкретная речь. Вот, все любят искусство. По-моему, это не худшая точка входа. Есть похожее, и тоже, между прочим, это сделал коллега Илья Аскольдович, Вазим Бас, тоже из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Это курс про архитектуру. Там разбирается, он тоже один из первых, тоже легко найти, Бас, архитектура, Арзамас. Там рассказывается про то, как с нами общается архитектура, какое послание она отправляет человеку, городу. В общем, тоже это достаточно, мне кажется, интересная и популярная тема, поэтому это то, что подойдет всем. Еще у нас есть занимательный курс про Японию. Можно назвать, грубо говоря, словом страноведение, но, на самом деле, этот курс рассказывает о каких-то важных культурных элементах Японии, о том, как японец видит мир, о том, как он ощущает пространство вокруг себя, о японской этикете. Это лектор Мещеряков, ключевое слово Япония. Я просто люблю древнерусскую историю, и поэтому могу прикладывать курс Михаила Марковича Крома. Он называется «Генеалогия русского патриотизма». Там идет разговор о том, как менялось, трансформировалось, вернее, как появилось, менялось, трансформировалось вот это отношение к своему родному месту, к своей отчизне. В общем, самый путь, от самого начала, сейчас могу перепутать немножко слова, по-моему, называется слово «Погибли из земли» русского. В общем, это средневековое русское произведение, где описывается, где впервые там упоминается, например, словосчитание «Русская земля». До XVIII века, когда появляется слово «патриот», когда появляется идея общего блага, когда появляется, уже у людей того времени есть представление, что такое государство, потому что, предупреждение в среднем веке, люди, конечно, не имели никакого представления о государстве, совершенно не знали, что это такое. Вот. Да, это курс Михаила Марковича Крома, он отлично структурирован, очень понятен, и, на мой взгляд, достаточно всегда интересную и актуальную тему. И просто, наверное, последняя рекомендация. Посоветую вам курс Федора Борисовича Успенского. Он посвящен древнерусским князьям, именам, словам. В общем, такая филология и история. Просто это очень симпатичный и действительно очень крутой ученый, у которого, к тому же, замечательная борода. Так что это тоже нужно смотреть, а не слушать. Вот. У нас появился еще самый последний вопрос. Спасибо. Передайте микрофон. Я хотела спросить еще про фидбэк от аудитории. Как вы его получаете? То есть, допустим, при мне, ну, больше года, правда, назад просто на семинаре кто-то, чтобы проиллюстрировать тему, показывал видео Розамаса в универе, и как бы все такие, о, здорово, и вся группа потом, да, пошла, положила себе в закладки. Не знаю, читали они или нет. Ну, да, вот насколько, как вам приходит этот фидбэк? Есть ли какие-то к вам новости о том, как используют ваши материалы и так далее? Да, смотрите. Во-первых, вы описали идеальное поведение каждого человека после того, как мы все разойдемся. Во-вторых, нам очень хочется, чтобы это действительно применялось, потому что это не просто как бы научная журналистика, то, чем мы занимаемся. То есть, ну, не знаю, может, я неправильно понимаю значение слова. Научная журналистика не суть. Суть вот, в чем заключается. Нам очень хочется, чтобы это действительно использовалось при подготовке школик, потому что все тексты, все материалы, все у нас сюда проверены учеными. Нам хочется, чтобы это как-то употребляли учителя. У нас даже есть такой специальный проект, который называется «Школа». Мы пытаемся создать некоторый задачник в игровой форме по истории России 18 века. С нами сотрудничают разные учителя. Они пытаются это все принести и распространить. Да, поэтому это, на самом деле, одна из наших основных таких… У нас много мечтаний. Это вот одна из них. Что касается фидбэка, то у нас, во-первых, есть обратная связь на сайте, на которой все могут написать и просто поблагодарить нас или написать, каким мы злодеем, или отметить, что мы где-то ошиблись. Это самое полезное из описанных трех вариантов. И туда пишут люди. Есть комментарии во всех соцсетях. Есть комментарии под роликами, есть они на Ютьюбе. Да, вот, в общем, там мы получаем фидбэк. В основном он, наверное, все-таки положительный. Но я бы не стал особо обольщаться положительным, просто потому, что мы рассказываем про историю культуры, а не про что-нибудь, что, по мнению большинства людей, не является историей культуры. Я считаю, что любой рассказ про что угодно, будь он, к примеру, про те же видеоигры, это такая же часть культуры, но люди в большинстве в своем считают, что если рассказал про литературу и про историю, то молодец. Да, но да, да, бесспорно. Вот. Поэтому, наверное, мы получаем в основном фидбэк хороший благодаря этому. Ну и просто стараемся. Но есть, конечно, и недовольные люди, но они в основном все говорят о том, что мы происки Запада, Газдеп, Пятая колонна. На самом деле древние русские князья были царями-фараонами. Это обычное дело. Но особенно приятно, когда нам чего-нибудь по существу отмечают ошибки или неточности, мы всегда стараемся их поправить. Точнее, нет, мы их просто поправляем, если это в тексте, мы всегда уточняем. И если это видеоролики, когда там перерезали, иногда перерезавляем, пишем, отмечаем все ошибки, все равно пишем. Простите, вот такие-то ошибки, будьте осторожны. то, что касается фидбэка. Да, здравствуйте. Спасибо вам за то, что было предыдущие два часа. Это было чудесно. Спасибо. У меня вопрос, который я немножко боюсь задавать. Мне кажется, что все знают вокруг ответа, а я нет. Как вы принимали решение о названии проекта и почему вы назвали именно так? Да. Знаете, когда я пришел на этот проект, я уже был последним перед фактом, поэтому, но на самом деле ответ супер-супер-супер прост. У нас даже был посвящен этому один спецпроект. Это связано с литературным сообществом Арзамас, в которое входили совершенно разные люди, но безусловно все замечательные. Его почетный генерал и так далее был Карамзин. Туда входил молодой Пушкин, Жуковский, еще человек по фамилии Уваров, который придумал русскую тройку православия, самодержавия, народность, а также, на что указывают некоторые стихотворения и всякие шутки Пушкина, был, скорее всего, гомосексуал, гомосексуалист. В общем, туда просто входила компания молодых друзей, с которой, чьи пути разошлись, кто стал главным русским писателем, кто придумал идеологию, от которой страдали все три, описанные в этой же идеологии элементов в следующие 150 лет. Они были в этом сообществе литератур, они были шуточным сообществом. Про это есть целая большая книжка. Они немножко издевались над своими старшими коллегами по Перу, смеялись над… Там был клуб любителей русского языка, как так называют, короче, беседа, все исконно русское, но начинается. Они все время смеялись над ними и просто придумали всякие глупости, ели вместе гуся, писали всякие шуточные оды, развлекались, целовали цову. Это было одним из условий вступления в это литературное сообщество, которое, на самом деле, почти не оставило никаких памятников, насколько я понимаю, но я могу ошибаться, если что. Вот, и мы вслед за любимыми персонажами многих членов редакции решили тоже назвать себя Арзамасом. По-моему, такой путь, по крайней мере, так звучит официальная легенда. Меня не было, я там ничего не слышал, в этот момент не присутствовал, поэтому страшно представить, как это было на самом деле. А как ты попал в Арзамас? Я ушел с сайта, где я работал до этого, где я занимался в видео и написал объявление на фейсбуке, где написал всякую ложь. Я написал, что я умею работать с видео, это правда, более-менее. Я написал, что я умею работать с сексами, это неправда. Я написал, что я интересуюсь историей, это правда. Но, по-моему, я написал, не интересуюсь, я разбираюсь. Вот. И, собственно, мое объявление ребята из редакции, моей нынешней редакции, пока пьянствовали, случайно увидели, решили, главный редактор позвонил мне в ночи, потом, наверное, пожалел об этом, но все равно мы договорились созвониться на следующий день, созвонились, я пришел, сказал, что я ничего не умею, но хочу все делать. Я сказал, ладно, вот, приходи через неделю. Я сказал, окей. Так и понеслось. Абсолютная случайность, просто для меня сработало то, что у меня было много подписчиков в фейсбуке из-за предыдущей работы. Да. Спасибо. Есть еще вопросы? Может быть, здесь мы никак не видели. Окей, это будет последний, хорошо? Давайте передадим микрофон. Здравствуйте. Ну, несмотря на то, что вы говорили то, что в начале так иронично, то, что все эти знания, скажем так, сильным в жизни не нужны, но это интересно, вот вы столько материалов через себя пропускаете, получается, этих познавленных сказывается ли это как-то вот во все дни жизни, ну, помогают эти знания, мешают, усваиваются ли они вообще, или это просто проходит, ну, так много материала, что оно проходит мимо? Это сильно сказывается в моей жизни. Раньше для того, чтобы получить книжку, мне нужно было доставать деньги из кармана и идти в книжный магазин. Сейчас я пишу, что мне, ассистенту нашей редакции, что мне нужно заказать эти книги про работе обязательно, вот. Поэтому я больше, да. Поэтому теперь мне никуда не нужно идти и не нужно платить денег. Вот. Я занимаюсь любимым делом, я читаю, поэтому, если серьезно, то у всех людей по-разному устроена память. У меня, кажется, с памятью не так много проблем, но я, конечно, из-за этой работы стал чуть больше читать и иногда я не могу вспомнить, ну, я тренирую свою память, иногда пытаюсь вспомнить, о чем была эта книжка, что там было конкретно, что мне понравилось, что не понравилось, и эти вещи у меня иногда стираются из памяти. Но в глобальном смысле это не сильно меняет обычную жизнь, и материалы не забываются, я помню материалы, мне теперь смешнее читать какие-то другие книжки и встречать какого-нибудь персонажа, которого я видел несколько месяцев назад в тексте, и когда редактировал этот текст, писал к нему сноску, потому что я не знаю, кто это, и вообще никто не знает, кто это, а тут оказывается, что, боже мой, этот вообще, в какой-нибудь популярной книжке упоминается этот персонаж, оказывается, он даже популярен. Вот. надеюсь, ответить на наш вопрос. Да. Спасибо большое, Олег. Спасибо вам. Спасибо, что приехали. Аплодисменты. Ну, мы, я думаю, выражу такое мнение, более-менее популярное, что ждем лектории Арзамаса в Минске, почему нет? Нужно расширяться, на Беларуси в том числе, мы будем очень рады. И вам всем спасибо, хорошего вечера, следите за новостями, до новых встреч. Спасибо, что пришли. До свидания.